Черная пятница в Ифроше. Скидки до 50% на 150 продуктов. Мы вздохнули после дачного сезона, но Клин продолжает оставаться в десятке самых дачных мест Подмосковья. А теперь район Масюгинских дач станет еще привлекательнее. К участкам дачных ассоциаций Раздолье и Санькова наконец-то проведут электричество. Разрешение на специальные работы на днях было получено в муниципалитете. Масюгинские дачи. 30 лет назад эти земли получили жители столицы. Гектары поделили на сотки. Получилось почти 10 тысяч участков. Постепенно они организовались в СНТ и дачные партнерства. И закипела в этих местах дачная жизнь. Тогда обещалось многое, но главное электричество. Годы прошли, но до лампочки Ильича дело так и не дошло. Где-то под водой проводят, в Крымах везде, даже в ваулах везде свет есть. А мы, москвичи, живем без света. Тут все уже волками водят без света. Я не знаю, почему так все тянется. Кто смог, к ситуации приспособились. Используют солнечные батареи и мини-генераторы. Но оба варианта влетают дачникам в копеечку. За один вечер в среднем сгорает 4 литра бензина. Живешь без холодильника, без ничего. Просто гоняешь вечером, когда необходимость, или воды накачать. Провести свет не удавалось из-за проволочек с оформлением документов. Теперь дело сдвинулось с мертвой точки. Государственное казенное учреждение города Москвы вышло на переговоры с местными властями. Но чтобы начать работу, необходим соответствующий ордер. И муниципалитет такой документ выдал. Сколько там СНТ охватываем? Там же несколько попадает, да? Порядка 25 СНТ. Ну, две ассоциации. Но это первый этап. Протяженность линии, она громадная. Сразу на всей линии мы работать не сможем. Территорию СНТ, если все хорошо, мы через неделю-две закончим. Потому что по территории СНТ у нас 14 километров. Это в траншее. И если брать в кабельном исполнении, то это почти 23 километра. А что у нас на выходе люди получат? Уличное освещение, возможность подключения? Нет, электроэнергию из дома. Я не вижу оснований отказывать вам в начале работ земельных. И абсолютно вижу возможность выдачи ордера. Работы по электроснабжению будут вести поэтапно. В общей сложности от СНТ до ближайшей подстанции в Спас-Заулке протянут порядка 40 километров линии электропередач. К концу следующего года дачники будут со светом. Евгения Цветкова, Александр Сидей, Дмитрий Кириллов. Новости дня.